О священстве Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного, через рукоположение святительское, епископское, поставляет совершать таинство и пасти стада Христова. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. 1 Коринфянам 4 глава 1 стих Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью Своею. Деяния святых апостолов 20 глава 28 стих В Церкви Христовой три степени священнослужителей. Первое. Епископ. Он не только совершает таинство, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар, совершать оные. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресс-фитеров, как я тебе приказывал. Послание Титу. 1 глава. 5 стих Рук ни на кого не возлагай поспешно. И не делайся участникам в чужих грехах. Храни себя чистым. Первое послание Тимофею. 5 глава. 22 стих Таинство священства совершается только в чине архиерейского служения литургии. Рукоположение его епископа по чтении Трисвятого пред чтением апостола совершает не менее чем два-три епископа. Епископа допоставляет два или три епископа. Апостольское правило первое. Второе. Пресвитер или, что тоже, священник. По-церковно-славянски поп, протопоп. Рукополагается епископом после херувимской песни. Священник может совершать все таинства, кроме хератонии. Рукоположение. Третье. Диакон не может совершать таинства, но обязан помогать при совершении таинств епископу или священнику. Учреждение и иерархии – не дело человеческое, а Божие. Игнатий Богоносец. Главные дары священства указаны в Библии и у святых отцов. Дар сострадательной любви к своим духовным чадам, если принимает таинство с чистым намерением служить спасению людей и славе Божией. Духовную любовь не рождает что-либо земное. Она исходит свыше, с неба и дается в таинстве священства. Но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа. Иоанн Златоуст. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть в церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. Рукоположив же им пресвитера в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Деяния святых апостолов, 14 глава, 23 стих. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Деяния святых апостолов, 6 глава, 6 стих. Христос поставил апостолов в пасти церковь свою, они рукоположили епископов, те следующих, и так до наших дней. Если же где существует перерыв, как у еретиков-сектантов, там нет священства, а есть самозванство и гибель, числа 16 глава. И им грозит за восхищение недоступного им священного звания то же наказание, сошедствие в ад. Тем пресвитерам надлежит следовать, которые в церкви, преемственно происходящим от апостолов и по благоволению Божию, вместе с преемством епископов, получили дарованные истины. Ириней Леонский. Книга 4 глава, 26. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить я от Отца во имя Мое, Он дал вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Священство есть что-то страшное. Власть его великая, достоинство и служение его из числа величайших даров Божиих. Сам Павел страшился при взгляде на эту власть. Златоуст. Если священник принимает это таинство с чистым намерением служить славе Божией и спасению людей, то в нем открывается дар сострадания и любви к своим духовным чадам. Вот почему и нужно епископу тщательнейше исследовать, кого он думает рукополагать, чтобы не получилось, как говорит Иоанн Златоуст. Вместо полагающих душу за овец поставили кучу поваров, которые отъели шеи, как у быков, которые завели наложниц вместо жен, которых пьяных ведут с вечеринки. Восьмой том, страница 707-30. В житии Папы Льва, 18 февраля, страница 323. Незадолго до смерти он пробыл сорок дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя, чтобы он просил у Господа, да отпустит ему все благие Бог его при грешении. Явился Петр и сказал, я молился за тебя, и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротоне других на священной степени. Лишь о том ты будешь отвечать, законно ты рукоположил кого или нет. Архиереи отвечают за все, что натворят рукоположенные ими, златоуст. Если бы всегда выбирали лучших. При рукоположении архиерей произносит молитву. Божественная благодать, излечивающая всегда все ослабевающее и восстанавливающая бессиленное, этого весьма благочестивого дьякона возводит рукоположение моим во Пресвитера. Помолимся же о нем, да снизойдет на него благодать Пресвятого Духа. Пастырь должен жить, как бы одним дыханием со своими овцами, и какое горе ему, если хотя бы одна овца погибнет по твоему нерадению. Тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы рассчитаться за нее. Златоуст Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Действуя на посомых примером собственного душевного устроения, священник должен быть неукоснителен к богослужению, молитвенен, духовен, несребролюбив, воздержан. Отец с духовным чадом, кроток, брат со служителем, должен быть свободен от душевных недугов, чтобы врачевать других. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность, и горе мне, если я не благовествую. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 17, 9 стих. Предстоятели церквей должны во все дни, особенно же во дни воскресные, получать весь клир и народ славесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили святилые учителя церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Братья, видите ли, сколько благодеяний изливает на вас Творец и Спаситель через священников? Праведный Иоанн Кронштадтский Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Первое послание Тимофею, 4 глава, 14 стих. На шестом Вселенском Соборе правило 14-15 святые отцы решительно запретили поставлять в диаконы ранее 25 лет, а в священники ранее 30 лет. А если такое свершилось, они должны быть извергнуты, ибо и Христос вышел на проповедь не ранее 30 лет. Правило святых и богоносных отцов наших да соблюдается и всем, дабы воприсвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобно и диакон, прежде 25 лет, и диакониса, прежде 40 лет, да не поставляются. И подиакон, да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было, священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Против этого правила воюют везде, находя себе извинения под словом «нужда», в кавычках. Существует везде возраст приема в армию, в президенты, в супружество, и эти человеческие законы мало кто считает пустыми, лишними. Здесь же правила, принятые трубами Духа Святого, повсеместно нарушаются, хотя бы до уреченного возраста оставалось не более нескольких месяцев. Необходимо архиереям мысленно поставить себя предсонмом собора и прикословить им незаочно. Это правило нарушалось особенно на Руси. Почему Стоглавый собор специально этой проблеме посвятил три правила? Двадцать пятая, восьмидесятая, восемьдесят девятая. Да не нарушаются, да и извергаются из сана ранее уреченного срока поставленные. Новая скрижаль, страница 307, Симеон Солунский, глава 177. Посему и называется пресвитер, то есть старейший, переживший возраст юношеский, и по летам должен быть возрастом муж совершенный, потому что он поставляется иереем Христовым, и учителем, и совершителем божественных таинств. Я не спешил быть пастырем у тебя. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 16 стих. И что же? И патриарх Никон, и протопоп Авакум поставляются в 21 год и чуть старше. И далее нарушение этого правила идет у старообрядцев, у московской патриархии, у зарубежной церкви с таким упорством и постоянством, как бы и не было правила Святого Вселенского Собора. И всюду тоже сергиевское оправдание беззакония. Но в ту же сторону спасать церковь, иначе день некому будет спасать людей, если безусых мальчишек не поставят на самую ответственную в мире должность – священствовать. Хотя были и единоличные рукоположения в епископы и ранее уреченных лет. 20 ноября. Нир епископ. Феодотом поставлен. 12 августа. Григорий Чудотворец. Один поставил Александра в епископы, в Каманах. 22 июня. Евсевий, тайно ходя в одежде воина, рукополагал в епископы единолично. Сколь ответственен акт рукоположения! Не потому ли Игнатий, ростовский Чудотворец, 28 мая, повелел положить с собой в гроб список тех, кого он рукоположил? Значит, не боялся ответа. Достойных рукополагал. 3 января. Савва, освященный, считал сан священства корнем честолюбия и на служение приглашал на время священника, не держа у себя. 23 января. Климент Анкирский. Рукоположен в епископы, когда ему было не более 20 лет. 15 декабря. Ели в ферии. В 15 лет диакон. 17 – пресвитер. 20 – епископ. Более того, 19 апреля Трифон, царь Феофилак, решил поставить в патриархе своего сына в 16 лет. 1820 год. Когда была действительно нужда, то сам Бог устами детей воздвигал измерян достойных и в шесть дней возводили в патриархе. 6 февраля. Патриарх Фотий. Святой Тарасий. В патриарха в семь дней. 30 августа. Многие архиереи, православные, уклонились в симонию. За деньги поставляли в священство. Когда таких искателей счастья узнал Иоанн Златоуст, 13 ноября, он изверг много епископов и священников, как совершенно не соответствующих своему сану. А сегодня такие горе-пастыри создали из себя кумиров, идолов, как говорит Василий Великий. Также позлощены и также безгласны. Действуют как антихристы, как обличает их святой Иероним Стридонский. 15 июня. Для очень и очень многих сан стал просто кормушкой, где ни за качество, ни за конечный результат никто на земле не спрашивает. 21 июня. Симеон Юродивый изображал таких цинников алтарных, надевавших вместо ораря колбасу и макавшими ее в горчицу и евших. Сладкая жизнь поповская кончится горчицей гиенской. Кто сегодня скажет искренне из священства? Не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией, как сказал Кирилл Иерусалимский. Чтобы выговорить эти слова, как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить слово Божие не по бреду своего больного ума, но в страхе Божием. 25 января Григорий Богослов назвал собор епископов гусями и журавлями, пихающими друг друга, встал и ушел от них. Православный патриарх Феофил 13 ноября гнал Златоуста И с православным епископом Форетрием на горных тропах искали убить Иоанна. И с ним в группу захвата входили только православные монахи. 4 февраля. Исидор Пилусиот гневно обличал своего епископа, а епископ Флавиан 18 февраля говорил, епископы возлюбили тьму, угождая более земному царю. А 7 апреля Георгий Исповедник видел в видении «На горнем месте вместо епископа стоит дикий кабан, уши и хвост его обрезаны». Прообраз сергианских архиереев, отдавших всю власть сатанистам и согласившихся «спасать церковь через предательство церкви». Даже Макарий Египетский 19 января удивился, что за каждым богослужением присутствует в церкви сатана, и на месте отсутствовавшего настоятеля стоит осел. А 5 недель непричащающаяся женщина превратилась в лошадь. И пока не будет исполнено в храме на литургии оглашенные из Эдити, все в храме будет лишь похожим на бесплатный концерт. Посомы простят иному пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, которые свойственны иным характерам, простят ему даже его слабости. Но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного, небрежного, внешнего, формального исполнения своих пастырских обязанностей. Не является мелочью и то, как пастырь относится к внешнему своему облику. Настольная книга 1.721 Особенно любят говорить, что каким бы ни был пастырь, а вот благодать от него все же не сходит, забывая, что Бог не имеет надобности в муже грешном. Книга Серахова, 15 глава, 12 стих. Скрываясь за сакраментальными ответами лжесмирения, как же не допустить к мочению лбов и к причастию в тот же день тех, кто сегодня только заскочил в храм по пути на базар? Говорят, мы их спасаем, а потом благодать довершит. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Книга Серахова, 15 глава, 11 стих. Вся Библия до краев переполнена гневными словами о злых пастырях, которые пасут самих себя, а не овец. Но эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Книга пророка Исаии, 28 глава, 7 стих. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 18 стих. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 13-18 стих. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот истоевающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 18 стих, 32 глава. Беда пойдет за бедою и весь за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 26 стих. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массиве, и сетью, раскинутую на фаворе. Книга пророка Осии, 5 глава, 1 стих. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Книга пророка Михея, 3 глава, 11 стих. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и проклину ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши. Книга пророка Малахии, 2 глава, с 1 по 3 стих. Господь говорит, Пастыри отпали от меня. Иеремия, 2 глава, 8 стих. Пастыри сделались бессмысленны. Иеремия, 10 глава, 21 стих. Множество пастырей испортили виноградник. Иеремия, 12 глава, 10 стих. А они хвалят царизами, дипломами, митрами. И видели бедственнейшее положение этих пастырей только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. И Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Большая часть священников погибает, предупреждает Иоанн Златоуст. Но и эти грозные предупреждения не повлияли на тех, кто рвется к алтарю или уже кощунствует в сане, дискредитируя самые основы веры, без приготовления допуская людей до причастия, до крещения, которые превратили в мочение лбов, говоря, что погружение при крещении это всего лишь традиция, забывая, что главнейшее при крещении есть троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Опыт христианского катехизиса митрополит Антоний, страница 73. Этих пастырей унесет ветер гнева Божия. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посравлен за все злодеяния твои. Книга пророка Иеремии, 22 глава, 22 стих. Книга пророка Иезекииля, 34 глава. Эта глава есть поэма «Аксиос» с современным пастырем. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь сового стада свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани». Книга пророка Захарии, 10 глава, 3 стих, 1 глава. И если будет на земле суд за распад личности, за уничтожение России, то на первой скамье подсудимых – священники и учителя, а потом уже прокуроры, судьи и продавцы. Что такое священство? И каким оно должно быть и есть? Что об этом говорят святые отцы церкви? Лично для себя священник не может совершить ни одного таинства, кроме Евхаристии. Когда священник призывает Святого Духа и совершает страшную жертву, и часто прикасается к общему всем владыке, тогда скажи мне, с кем наряду поставим его? Какой потребуем чистоты от него и какого благочестия, говорит Златоуст? Священство духовное имеют все христиане. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Содел он нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Книга Откровения, 5 глава, 9-10 стих. Такому священству сообразные бывают и приношения, а именно молитвы, благодарения, умерщвление плоти, предание себя на мученичество за Христа и другие сим подобные. Церковь времен апостолов не знала деления на клириков и мирян в нашем смысле, как и не содержала самих терминов этих, но священство было и тогда. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. «Где и кем совершалось бы у нас таинственное и горе возводящее богослужение, если бы не было священства?» Григорий Богослов Великое это таинство совершают люди, но люди, поставленные распоряжаться небесным, они получили власть, которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Один только священник имеет право предлагать чашу крови. Иоанн Златоуст. Пресвитеры должны быть благосердны, милостивы ко всем, чтобы обращали заблудших, посещали больных, заботились о вдовах и сиротах, воздерживались от гнева, мщения, заискивания и несправедливости в суде, удалялись от всякого сребролюбия и не были легковерны к наговорам на кого-либо. Поликарп Смирнский около 80-169 годов. Святой Ирине Леонский, 130-202, рассуждает о том, какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвитеров и как высоко нужно ценить истинное пастырство, убеждает удаляться тех, которые, будучи многими почитаемы за пресвитеров, служат своим похотям и, хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих, но уничижают других и гордятся своим старшинством и скрыто делают зло. Святой Ириней учит иметь общение только с теми, которые хранят учения апостолов и, исполняя обязанности пресвитера, предлагают учения здравые и ведут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочих. Каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и молениями и не оставлять церкви для занятия земными и мирскими делами. Но трудиться денно и ночно для дел небесных и духовных. Киприан Карфагенский, 258 год. Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочим, с неумытыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело и прежде, нежели сделались достойными и приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета. И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли немногочисленнее тех, над кем они начальствуют. Не знающие ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить. А потому брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и по пословице на большом глиняном сосуде учиться делать горшки, то есть над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким. Григорий Богослов, 329-389. Прежде нежели узнают наименование священных книг и научатся распознавать письмена и писателей Ветхого и Нового Завета, и едва только затвердят два-три слова о благочестии, и то понаслышке, а не из книги, как уже считают себя мудрыми, и книжниками, и законниками, и желают, чтобы другие люди звали их учителями. Положим, говорит он, что иной не порочен и взошел на самый верх добродетели. Все еще не вижу, каким запасшись знанием, на какую понадеявшись силу, отважится он на такое начальство. Ибо править человеком, самым хитрым и изменчивым, живым существом, действительно есть искусство из искусств, и наука из наук. А для этого столько требуется ума, какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой, какая проницательность, сколько опытности. Вот почему не нужно искать священство в молодости. Вот почему церковь определяет для вступления в священство известный возраст, ранее которого принимать сан не позволяется. В диаконы не ранее 25 лет, в священники не ранее 30 лет. Шестой Вселенский Собор, правила 14-15. Об этом подробно говорит в трех книгах о должностях священнослужителей Амвроси Медиаланский. Вот четыре качества, которыми должны обладать они. Мудрость, справедливость, мужество и воздержание. Святой Иоанн Златоуст, 350-407. Состояв звание диакона в Антиохии и желая избежать пресвитерского и епископского служения, написал в свое оправдание шесть слов о священстве. Священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обуревают волны, сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море. И прежде всего видится огромная скала тщеславия, любовь к похвалам, желание чести, неразумные и вредные почести, благосклонности, робкий страх, отсутствие дерзновения, великий вид смиренно-мудрия, в котором истины нисколько, устранение обличений и эпитемий, или, лучше сказать, применение их даже выше меры к людям незнатным, а перед людьми, облеченными властью, несмелость, не позволяющая и рот открыть. Пороки священников могут быть и скрытыми, но хотя бы они были и малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят одних согрешающих, а порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем. Для священства должны быть избираемые такие души, какими благодать Божия некогда показала в Вавилонской печи тела святых отроков. Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя постом, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе, угождали Богу и каждый день успевали в любомудрии. А когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу, весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим. Итак, рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого, а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самого себя. По причине неопытности одного много людей доводится до последней погибели. По слову Златоуста, священник должен быть человеком образованным, особенно же сведущим в Священном Писании. Блаженный Иероним 340-420 в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. Службе Христовой не ищи мирской прибыли, в противном случае и о тебе будут говорить. Они сеяли пшеницу, опожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Книга пророка Иеремии, 12 глава, 13 стих. Клирика, который занимается торговыми делами, из бедняка стал богатым, бегая, как язвы. Священник, заботящийся о собственном обогащении, делает себе бесчестие. Иероним советует по возможности избегать даже подарков. Что пользы, если ты не ешь скоромного, а между тем выбираешь себе лакомые явства? Поверь, самый строгий пост там, где хлеб и вода. Читай как можно чаще Божественное Писание, или лучше не выпускай из рук священных книг. Чему ты должен учить, тому научись сам. Берегись, чтобы поступки твои не опровергали твоих слов, чтобы в то время, когда ты проповедуешь в церкви, кто-нибудь про себя не сказал о тебе. Почему же ты сам не делаешь так, как учишь? Слова пресвитера должны быть украшены словами Писания. Я не желаю, чтобы ты витийствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Все имеющие власть прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения себе. Григорий Двоеслов, правило пастырское, 604 год. Ученик Сесоя Великого 6 июля не мог добиться разрешения от своего учителя на свое рукоположение и тайно ушел. По пути его встретил дьявол и едва не умертвил, обнимая, прикидываясь то женщиной, то чудовищем. Сколько семинаристов сегодня были бы до вступительных экзаменов остановлены? Дьявол обещал ученику тому, что если будет слушаться дьявола, то он сделает его епископом. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие от Матфея, 9 глава, 38 стих. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,